Добрый день. Скажите, пожалуйста, я могу узнать вашу фамилию, имя и отчество? Бондаренко Олег Дмитриевич, село Великое Черниево. Моя фамилия Айварон Дмитрий Николаевич. Как? Как? Айваронский Дмитрий Николаевич. Айваровский? Айваронский. А, Айваронский. Знаю такую. Что вы хотели? Дмитрий Николаевич, да? Я хотел бы узнать, дело в том, что я посылал заявы, клопотания. Они были от Риммани Христосенко и М, завканцелярия, 9 февраля еще. Если можно, так, я хотел бы узнать номер регистрации в едином журнале единого облика. Для того, чтобы узнать номер в журнале единого облика, вам нужно прийти на отделение полиции. И тогда вам их скажут. По телефону я не могу установить вашу личность. И кому попало, передавать информацию не имею права. Хорошо, хорошо. Этот телефон указан, кстати, там, по ведомлению. Ну, я вам объясняю, что по телефону вам эту информацию не предоставят. Да что за помехи у нас? Вам нужно прийти, есть карцелярия, вы можете зайти и у нее взять. Хорошо, хорошо. Подождите. У вас в машине слышно? Алло. Да помехи какие-то почему-то. Алло. Слышно сейчас? Ну, сейчас лучше. О, хорошо. Скажите, пожалуйста, фамилию начальника отделения Петровского. Иванов. Иванов. Давайте зарегистрируем заявление о преступлении. Иванова, начальника. А значит, о зложевании Влада обослужбовым становящим статья. Алло. Опять не слышно. Что у вас хватает в телефоне? Я вас здесь. Да не знаю, что у нас хватает. Алло. Это как специально кто-то делает. Да? Алло. Алло. Слышно сейчас? Хорошо, я перезвонил. Отключились, да? Вот так вот мы и работаем. Видите, как хорошо. Доброго дня. Это Тимур Александрович. Мы с вами общались с Бондаренко, Олег Дмитриевич, в Черниевке. Когда-то вперед. Скажите, пожалуйста, я хотел позвонить, значит, не дозвонюсь на Петровский участок. Мне нужно пообщаться с дежурным. Как мне быть? А вы где находитесь? Я дома в Черниевке нахожусь. Ну, на 102 позвоните, дозвоните. Ну, 102. Сейчас я общался-общался. Помехи какие-то. Вот. Я хотел зарегистрировать заявление, потому что начальник отделения полиции не выполняет свои служебные обязанности. Я в феврале отправил три заявки клопотания, значит, по номерам ЕО и ЕДР. Нету ни ответа, ни привета. Прошли уже всевозможные сроки. Я понял, хорошо. Сейчас мы вам пришли, я думаю, что надо перестать. Ну, давайте как-то сотрудничать. Добрый день, еще раз. Что-то перервало нас с вами, Бондаренко, Леонид Митрич. Плохо что-то вас слышно вообще. Я не слышу. Да что ж такое? Кто нам мешает, я не пойму. Я не знаю. Репит ужасно. Значит, ладно. Давайте зарегистрируем, пожалуйста, заявление о правонарушении. Согласно статьи 356, 365 и 364. На имя начальника вашего отделения. Иванов, я так понимаю. Правильно? Ну, на имя я по телефону не могу принять. Я, мол, просто о правонарушении. Ну, значит, регистрируем, да. Номер единого облика, мне скажите, пожалуйста. О невыполнении инструкции по регистрации заяв и на даня ответу гражданам Украины. Потому что вышли все сроки, понимаете? Даже за звернанием громадян вышли сроки. 45 суток прошло. Одну секунду, одну секунду. Так, фамилия ваша Бондаренко, да? Бондаренко, Олег Дмитриевич, да. Олег? Олег Дмитриевич. Так. Так, 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 так. Значит, о том, что вам... Как, мне, наверное, дешево поведомление, да, про результаты розыта вашей справы, так? Мне ничего не надо было. Да. 9-го числа были в феврале месяце получены и расписаны Христосенька, или как фамилия, завканцелярия, мне пришли поведомления о том, что получили. И последнее, 15-го, 0-3-е. Там куча заяв, клопотань, про наданья материалев. Сгидно заяв, прозлочен, какие раннейшие были. 13-56. 13-56. 16-56. 13-56. 1-3-5-6, правильно я понял? 1-3-6-5. Ага, 6-6, понял. Хороший. Хорошо. Да, 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 я слышу. Все, всего доброго. Жду.